Эфир Абхазского телевидения продолжает Русская служба новостей. Здравствуйте! Начнем выпуск сообщения пресс-службы МЧС и МВД Абхазии. 20 ноября примерно в 17.45 часов в поселке Чадара Сухумского района произошло крупное ДТП со смертельным исходом. Столкнулись автомобили «Хонда Фит» и «Ман». «Хонда Фит» управлял Рустам Чагава, проработавший в системе судебной власти много лет. В машине также находился пассажир Юрий Самуши, 1947 года рождения. Оба скончались на месте. Автомобилем «Ман» управлял Астамур Айба, 1990 года рождения. Он находится в реанимации республиканской больницы. Подробности происшествия выясняются. Повестка дня очередного заседания Кабинета министра в Абхазии, состоявшегося в среду 20 ноября, составила 24 основных и 8 дополнительных вопросов. Большая часть из них была посвящена утверждению государственных и ведомственных программ, а также кадровым вопросам. К примеру, на реализацию целевых программ Минздрава и соцобеспечения в 2020 году выделят из бюджета более 137 миллионов рублей. А на реализацию целевой программы развития государственного языка планируется выделить 5 миллионов. Первое заседание утвержденного состава правительства посетил президент. Подробности в репортаже Амелия Бисмарк. Первое заседание утвержденного состава Кабинета министров открыл глава государства. Рауль Хаджинба поздравил всех участников рабочей встречи с назначениями и пожелал плодотворной работы на благо страны. Трудно решимая задача стоит перед нами. Это вопросы сохранения, самое главное, нашего государства. Каждый из вас должен сделать все для того, чтобы мы с вами могли бы эту задачу, главнейшую задачу, решать и позволить это решить потом уже еще и последующим поколениям. Руководитель аппарата Кабинета министров Давид Сангулия, согласно намеченной повестке, представил проект постановления о мерах по реорганизации государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия. Кабинет министров постановляет реорганизовать пенсионный фонд в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия. Будет пенсионный фонд Республики Абхазия именоваться. Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия реорганизовать в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия. Фонд социального страхования. Фонд обязательного медицинского страхования реорганизовать в государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия. Будет именоваться фонд обязательного медицинского страхования. Государственный внебюджетный фонд инвалидов отечественной войны народа Абхазии со 2-го и 93-х годов реорганизовали государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия. Согласно новой структуре, Дорожный фонд теперь в ведении Государственного управления по строительству. Для проведения процедуры реорганизации данному управлению, а также Министерству здравоохранения и социального обеспечения поручено подготовить соответствующие документы для представления в Минюст. До 1 декабря будет необходимо подготовить и представить Министерство юстиции Республики Абхазия для госрегистрации уставы госучреждений данных, всех указанных в части дни настоящего постановления, в отношении которых они наделены полномочиями собственника имущества. На заседании Кабинета министров члены правительства проголосовали за подписание межправительственных соглашений о сотрудничестве между Абхазией и Никарагуа. В частности, речь идет об установлении полезного взаимодействия в области сельского хозяйства, культуры, образования и спорта. Одобрен также и проект целевой программы развития государственного языка на 2020 год. Кроме того, члены правительства рассмотрели ряд ведомственных целевых программ Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Среди них программы, направленные на реабилитацию инвалидов отечественной войны народа Абхазии, а также совершенствование противотуберкулезной помощи в республике. На сегодняшний день у нас 161 пациент на учете, как с активной формой туберкулеза, так и с отрицательными результатами бактериологических исследований. Данная программа направлена на приобретение противотуберкулезных препаратов первой и второй линии, приобретение тест-систем для диагностики туберкулеза, а также медикаментов для лечения бочных эффектов проведения химиотерапии вот этих пациентов. Очень важная программа и дает свои положительные результаты. Томас Сакнакия также представил программу, предусматривающую лечение граждан за пределами Абхазии и на ее территории. Общая сумма, которую планируется направить на указанные цели, составляет 50 миллионов рублей. Программа обеспечивает оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по тем направлениям, которые мы на сегодняшний день не осваиваем на территории республики. Это прежде всего кардиохирургия, это нейрохирургия реконструктивная, это другие направления клинической медицины, в том числе для лиц, не владеющих вторым российским гражданством. Постановлением Кабинета министров также утвержден разрешенный объем вылова хамсы в грядущую осенне-зимнюю путину. Он составляет 40 тысяч тонн. В ходе заседания были решены и кадровые вопросы. На должность председателя фонда соцстрахования и охраны труда назначен Бакур Бебия. Первым замминистра финансов стала Ирма Амичба, а заместителем министра финансов назначен Саид Губас. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. 20 ноября президент Абхазии Рауль Хаджумпе поздравил с днем рождения патриарха московского и всеаруси Кирилла. В поздравлении, в частности, говорится. Ваши высокие человеческие и духовные качества способствуют преображению церковной жизни российского государства. А ваше участие и теплое отношение к нашей стране снискали высокое уважение и любовь среди населения и руководства Республики Абхазия. Рауль Хаджумпе выразил уверенность, что в дальнейшем взаимоотношения между братскими церквями будут развиваться и укрепляться. 21 ноября состоится заседание сессии Народного собрания. Депутаты намерены рассмотреть более 15 вопросов повестки дня, среди которых постановление о принятии закона Республики Абхазия о республиканском бюджете на 2020 год. Также будут рассмотрены постановления о принятии закона в бюджетах пенсионного и дорожного фондов, фондов репатриации и обязательного медицинского страхования, внебюджетного государственного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и фонда соцстрахования и охраны труда. Шесть вопросов повестки дня касаются утверждения дополнительных перечней объектов государственной собственности, подлежащих приватизации и условия их приватизации. В селе Нижняя Ишера завершены работы по строительству новой водонасосной станции. Объект построен за счет средств российской инвестиционной программы и уже практически готов к запуску. Подробности в репортаже Алики Трапш. Строительство новой водонасосной станции в селе Нижняя Ишера было начато в 2017 году. Такая необходимость возникла в связи с тем, что старое здание станции, построенное еще в 40-х годах прошлого столетия, обветшало. А оборудование в нем полностью износилось. Ремонтировать станцию не было смысла. На строительство нового объекта, на котором будут работать шесть насосов, в рамках инвестпрограммы затрачено более 80 миллионов рублей. В новой насосной станции постоянно работающих будут три двигателя, которые имеют резервный, соответственно. В случае форс-мажорной ситуации будет переключен на резерв и мы сможем свободно устранять неполадки. Операторская будет, где специалисты будут корректировать работу насосной станции целиком. Здесь же на территории станции специалисты водоканала ведут работы по подключению трех водопроводных труб от новой насосной станции к старой системе. Именно поэтому 20 ноября была прекращена подача питьевой воды в центральной и на горных частях Сухума, в районе рынка, на старом поселке и в районе Вием. Мы вот сейчас новые трубы врезаем в старые водоводы. Но это мы сегодня врежемся для того, чтобы запустить насосную, произвести пусконаладочные работы, все необходимые регулировки. Когда эта вся работа стабилизируется, то есть новая насосная заработает в полную силу, нам придется еще несколько раз застанавливать для того, чтобы старые трубы отрезать от старой насосной. Отрезать старые трубы и пустить в воду уже по новой трубе. То есть водовод остается новый, но уже подключение будет новое. Чтобы ввести водонасосную станцию в эксплуатацию, необходимо подключиться к распределительным сетям. Для этого специалисты Черноморэнерго провели двухцепную линию электропередачи от подстанции Сухум-2 к новой трансформаторной подстанции. Мы построили линию около 10 километров. Опоры новые, провода новые, современные, изолированные. Подстанция стоят 2500 киловаттные трансформаторы. Мощность хватает даже на увеличение объема поставки воды для города. Трансформаторная подстанция будет питать не только насосную станцию, но и близлежащие дома и объекты. Новая насосная станция в селе Ишера будет запущена после завершения пусконаладочных работ. И она будет обеспечивать водой центральную часть Сухума, район Маяка, а также село Ишера. Насосная станция будет введена в эксплуатацию в течение двух недель. Алика Трапш, Мельдар Дамиров, Абхазское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 26 ноября 1994 года Верховный Совет Абхазии принял Конституцию Суверенного Демократического Правового Государства Республики Абхазия. С этого важного судьбоносного дня прошло 25 лет. Впервые, 25 лет тому назад, наша Конституция провозгласила, что народовластие – это основа нашего государства. Говоря о власти народа, мы должны понимать, что это действительно власть народа. Так как, опять-таки, исходя из этой Конституции, сказано о том, что есть разделение властей. Но всему основой является народ, который проживает на этой территории. Потому что мы формируем эти ветви власти благодаря своему волеизъявлению. Преподаватели и студенты выступили с докладами, в которых содержался серьезный анализ государственно-правовой системы Абхазии. В своей работе старший преподаватель Юрфака Вадим Бжаня осветил процессы становления и развития этой системы, а также отметил необходимые тенденции ее дальнейшего укрепления. Становление и утверждение Конституционно-правовой модели общества и государства представляют собой сложный и длительный процесс, что отражает историю развития государственности абхазского народа. На этом пути решаются такие важные задачи, как формирование институтов государства, становление его суверенитета, создание собственного государственного аппарата управления и принуждения и органов местного самоуправления. Гостями конференции стали студенты Сочинского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, которые также выступили с интересными докладами на различные темы. В соответствии со статьей 22 Конституции РФ, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускается только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Было выявлено, что при сравнении основания задержания лица в законодательстве РФ и Республики Абхазии имеет почти идентичный характер. И в связи с этим мы предполагаем, что недостатки в законодательстве также будут схожи. О роли Конституции как неотъемлемого элемента любой государственности, о конституционных основах образовательной политики, а именно обязательном праве любого человека на получение образования, говорил в своем докладе доктор юридических наук, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха. Я прежде всего хотел бы поздравить и коллег из Абхазского государственного университета и всех присутствующих здесь с 25-летием Конституции Республики Абхазия, потому что эта Конституция является одним из существенных элементов государственного строительства Республики. А абхазскому народу исторически всегда был присущ инстинкт государственности, государственного строительства. И в этом смысле Конституция, конечно, отражает стремление абхазского народа к такого рода строительству государства. В этом смысле Абхазская Конституция, как раз будучи элементом и важным механизмом государственного строительства, регламентирует ряд вопросов, которые также затронуты и в Российской Конституции. Конституция Республики Абхазии – это основной закон, стержень государства, в котором закреплены целостность и неприкосновенность страны, а также гарантированы права ее граждан. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Благотворительный фонд Абхазия совместно с политической партией Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие провели очередную благотворительную акцию. На этот раз оснащен современной техникой Кабинет информатики средней школы имени Владислава Ардзенба в селе Нижнее Шера. Подробности в нашем следующем репортаже. В рамках очередной акции Благотворительный фонд Абхазия при поддержке политической партии Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие передали в Дарышерской школе имени Владислава Ардзенба всю необходимую оргтехнику для Кабинета информатики. А это 10 моноблоков, проектор, полотно и два принтера, стоимость которых составляет около 350 тысяч рублей. Шера, как бы, село историческое и в новейшей истории сыграло огромную роль и в отечественной войне народа Абхазии. Естественно, шерские дети, шерские школьники не должны отставать от программы городских, учеников и прочее. Тем более, что будущее за новыми технологиями и наши сельские ребята, которые учатся в этой школе, естественно, должны быть приобщены к этому делу и в дальнейшем, я думаю, что они смогут проявить себя и для Абхазии, и для села своего. Благотворительный фонд Абхазии осуществляет свою деятельность вот уже 10 лет. За эти годы организации были проведены десятки акций в школах Абхазии, главной целью которых является повышение качества образования учащихся. У нас впереди, на самом деле, еще много акций такого рода. Мы планируем БЗИП доукомплектовать. Мы им как-то давали до этого, но сейчас будем доукомплектовывать Кудаутские школы, Гальские школы, Чемчирские, Ткарчельские. По максимуму укомплектовать практически все школы, которые нуждаются. Мы пытаемся делать все возможное для того, чтобы улучшалось качество образования. Стоит отметить, что в школе есть кабинет информатики, который до сегодняшнего дня не функционировал. В помещении холодно, нет электричества, а компьютеры устарели и пришли в негодность. Однако самой главной проблемой является отсутствие профильного педагога. Хочу поблагодарить политическую партию Народный фронт Абхазия и благотворительный фонд Абхазия за то, что не проводят подобного рода акции и оказывают школам нашей республики такую помощь. Как вы знаете, наши дети – это наше будущее и будущее нашего государства. И поэтому мы обязаны дать им хорошее знание и достойное образование. К сожалению, у нас единицы штата нет, конкретно по информатике учителя. Совмещают наш преподаватель по математике, но обещали нам в отделе образования, что откроют, дадут нам единицу по этому направлению. Ученик 11 класса Леон Хварцкий признается, что новая оргтехника – долгожданный подарок для учащихся, так как знание компьютера является неотъемлемой частью современного общества. Я очень сильно благодарен и горд, и рад, что именно вы не обошли нашу школу, что Айшерской средней школе подарили такой подарок. Это очень трогает. Выражу огромную благодарность всем тем, кто посодействовал этому. Благотворительный фонд Абхазия и политическая партия Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие и дальше намерены оказывать помощь и поддержку школам республики. Культурно-благотворительный фонд Ашана продолжает работу по спасению жизней маленьких граждан нашей республики. Сейчас открыт сбор на дорогостоящую операцию для Сабины Пачули. Девочка страдает серьезным заболеванием позвоночника. Уже собрано около 140 тысяч рублей, но этого недостаточно. Нала Кови продолжит тему. Сабина Пачули, обхабе Шуксаропил, ха-ха-ха-ха-ваюнат, ахучи илдырует, ярбан за натуен лызхалак ялылхуа. Рыцхараси, халаса хучи, дичмазью, паскалюс, хуйзычту, абгачимазарапш, бидпиавидзара, аллымуб. Лара, ян лызхалак, дирцывхарц, лгухту, надзарц, харихал, шузик ахцару. Сабина, алтааца, хучи, рацвизму таацуару, бубрина, чэдин. Рыцхалта, гылаза аша янныршым, ахучи, зүххаракуа операция ұлзылғазара. Гу халарад фонд гераз, гамы гупе бхалабзурала, хүштір төкореки рационы, данақы хэн. Ахай, обрианз, чэккуэ, дахуде операция амдаг бапсихамазан ба, бас еоб, егес, агу халарад фонд дашанна, шы сүхара арала, шы бізаврала, ех, біа, мұшала, абррау ба брағы брағы хедгілу. Этау бидыдзуна, шас, худ, түхара азозы, еге. Бүйе шааш нүдік, егіл, ана, хүшпірді бағатен үгі азам. Сабина подшлепла из Новосибирска к лакетчат травматологии, ортопедии, нейрохирургии. Сабина подшлепла из Новосибирса к лакетчат травматологии, ортопедии, нейрохирургии. Сабина подшлепла из Новосибирска к лакетчат травматологии, ортопедии, нейрохирургии. Сабина подшлепла из Новосибирска к лакетчат травматологии, ортопедии, нейрохирургии. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире. Сабина подшлепла из Новосибирска к лакетчат травматологии, ортопедии, нейрохирургии.